Занозу, расшитавшийся зуб и дурного советника нужно незамедлительно удалять. Вот условия покоя. Привет, я Даша и волшебница Фа. Вручила мне олимпийский факел в виде такого тематического видео, которое перевела или придумала Ольга Барнак. Я не помню, что именно перевела. В общем, я жутко не люблю это слово. Книжный видеоблогер. Ну вот, называется так. Привычки книжного видеоблогера. Собственно, вопросы, ответы на них. Как часто ты проверяешь свой YouTube аккаунт? Каждый день. У меня вторая работа на интернете завязана. Гугл, он же такой. Что-то если происходит, он тут же уведомляет. Вот и получается, что каждый день. Да, и прихожу я домой, я поела. И, собственно, что делать? В первую очередь, я проверяю избранные мои каналы, поэтому каждый день. Какие книжные видео ты больше всего любишь смотреть? Не знаю. Вдохновенные. То есть, человек с задором, с огоньком рассказывает. Как-то я не делю книгоотчетники, видео посвящено какой-то определенной книге, покупке. Мне все нравится. Есть ли какие-то видео, которые ты обязательно снимаешь каждый месяц? Книгоотчетники. Какие социальные сети ты используешь? Ой, я человек-фиксатор. И себя я фиксирую в том числе. Я есть везде. И платформа блогинга, далеки которой, не живой журнал, не нравится мне, не живой журнал. Блог. У меня есть блог, посвященный дословно на блог-платформе от Google. Я есть в Твиттере. Я есть в ВКонтакте. И вот в этих названных социальных сетях я очень активна. Ну, вообще есть везде. Как я уже сказала, и Фейсбук, и Мой Мир, и Одноклассники. Но вот именно активно я вот Google, все связано с ним. Я Google Your. Google, Твиттер, ВКонтакте. Вот где я активна. Так, как ты снимаешь свои видео? Ну, как? Я сажусь. Ставлю штатив. Включаю видеокамеру. Так, какие книжные видео ты больше всего любишь снимать? Наверное, книжные покупки. Потому что я люблю спонтанность, я на стороне спонтанности. А книжные покупки не нужно готовиться. Ты просто на камеру открываешь коробку и радуешься. Ставишь ли ты лайки и комментируешь ли видео других блогеров? Конечно. Если мне не нравится видео, я не знаю, до какого состояния мне нужно довести человеку, который отснял какой-то материал, чтобы я поставила дизлайк. Это нужно постараться, это нужно особый талант иметь. Ну, лайки, конечно, я с большим удовольствием ставлю, оставляю комментарии, если мне есть что сказать. Снимаешь ли ты лицензии, обзоры на книги сразу после прочтения? Огромная редкость на самом деле. У меня были видео, где я посвящала что-то какому-то одному писателю, Данцова, например, Акунин. Есть видео, где я рассказываю серии книг «Волкодав», но я рассказывала не сразу после прочтения, не по горячим следам. Поэтому скорее нет, чем да. Задай какой-нибудь вопрос следующему блогеру, который будет снимать этот тег. Опачки, как-то я не подготовилась к этому моменту. Значит, ладно, вопрос будет каверзным. Заставить задуматься. В общем, смотри. Допустим, житель блокадного Ленинграда, да? Эвакуация. И почему ключит срочно-срочно-срочно-срочно? Вот имея, зная то, что знаешь сейчас, что прочитано на сегодняшний день, какая единственная книга, которая будет взятаться с собой? Взять можно только одну книгу. Очень хотелось бы увидеть подобное видео на канале книжном Алясрум. Так что жду не дождусь. Да, и ответить на вопрос из видео, в котором предложили пройти этот тег. То есть вопрос был такой, на что обращаю внимание, видя картинку. В общем, когда я сама снимаюсь, я стараюсь быть в центре. То есть, чтобы всё было равномерно, по сторонам, сверху, снизу. Чтобы не было такого, что у меня голова где-то в углу. Всё остальное – это фон. Когда я смотрю другие какие-то каналы на YouTube, то я никуда не смотрю. На человека смотрю, особенно если человек рассказывает с огоньком. На блеск его глазах я смотрю. Вот куда я смотрю. Если человек рассказывает с огоньком, с душой, сжёт. Я не люблю каналы, на которых человек говорит по сценарию. Это сразу бросается в глаза, что это явно информация подготовлена. Я не люблю вот этого. Я за спонтанность, за огонёк, за душу, за спланированное видео. Но очень редко, когда встречается огонёк, там информация. Вот хотя есть один-два канала. Это я сейчас куда-то в сторону уже пошла. Есть один-два канала, где люди явно говорят по сценарию. Единственная причина, в которой я смотрю эти каналы – эти люди очень сильны в других каких-то аспектах. Я не могу себе позволить отписаться, только потому что мне не нравится, что говорят по сценарию. Ну, это придирки, то моя телебашня виновата. Так что это было всё. Желаю тебе получать удовольствие от просмотренного видео на YouTube. Не только на моём канале, но вообще, в принципе. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok